Исцеление болезни ноги подполковника Владимира Ивановича Никольского В течение многих лет, еще со времени сидения на высотах Шибки при защите от турок горы Святого Николая, а затем и при многих других обстоятельствах, подполковник Владимир Иванович Никольский простудился, но, не любя лечиться, да и не имея для этого достаточно времени, запустил болезнь до того, что доктора послали его на сакские грязи в Крым. Ездил он в саке три раза, но каждый раз по возвращении снова простужался, и болезнь возвращалась обратно. После третьей поездки болезнь, наконец, так усилилась, что он уже с трудом передвигал ноги. Врачи и профессора, к которым он обращался, осмотрев его, пожимали плечами, и все говорили почти одно и то же. Что же, помазать можно, но я не бог. Видя всю безнадежность своего положения, Владимир Иванович совершенно упал духом. Этому способствовало еще и сознание, что он еще слишком мало обеспечил свою семью, что ей придется после его смерти быть чуть не нищей, так как заслуженная им пенсия не могла удовлетворить из самых насущных потребностей жизни. Но, вспомнив, что многие получают помощь и исцеление по молитвам на могиле рабы Божией Ксении, Владимир Иванович решился непременно побывать на этой могиле. Дойти до Смоленского кладбища пешком он решительно не мог, но и ехать на извозчике тоже не хотел. Он пожелал взять на себя хоть какой-нибудь труд, чтобы молитва его была более угодна. И вот что он придумал. Дойти пешком он жил на Ямской улице до Смоленской конки. На конке доехать до конца 17-й линии Васильевского острова и от 17-й линии опять пешком дойти до часовни Ксении. С раннего утра отправился он в путь. На черепашью ходьбу до конки он затратил чуть не полдня. Минут 40-50 ехал на конки, и от конки до часовни Ксении шел чуть не два часа. В часовню рабы Божией Ксении он добрался уже вечером, когда священник заканчивал последнюю панихиду и собирался идти домой. Владимир Иванович попросил священника отслужить еще одну панихиду по Блаженной, кое-как встал на колени и с умилением помолился. Когда кончилась панихида, он поспешил приложиться к могилке Блаженной, так как часовню стали уже запирать, и пошел из часовни вместе со священником, дорогу расспрашивая его о рабе Божией Ксении. Распростившись со священником почти у самой остановки конки на углу 17 линии и Камской улицы, Владимир Иванович тут только опомнился и весьма был поражен тем, что он совершенно свободно прошел расстояние от часовни до конки, на что минут 30-40 тому назад потратил целых два часа. Еще раз решился он испытать свои ноги, а потому пошел пешком до следующего разъезда конки на Малом проспекте, хотя вагон готов уже был тронуться, так как подходил уже сменный вагон. И расстояние от конца 17 линии до разъезда на Малом проспекте он прошел так быстро, что вагон конки не мог его догнать, и он несколько времени ждал его. Какая охватила в то время радость Владимира Ивановича, он не в состоянии был описать, и с тех пор он владеет ногами, как и все здоровые. Кроме ревматизма, у Владимира Ивановича было расширение вен и застой венозной крови. Владимир Иванович Никольский состоял на службе в 93-м пехотном полку с 23 февраля 1873 года и был жив еще в 1907 году. Исцеление от зубной болезни крестьянки Смоленской губернии Гжатского уезда Татьяны Прокопьевны Ивановой. Крестьянка Татьяна Прокопьевна Иванова два года страдала страшной зубной болью. В это время Иванова проживала в Петербурге по Галерной улице, дом 33. Обращалась она за помощью в различной лечебнице Петербурга, но облегчения не получала. Между тем болезнь усиливалась все более и более. Последние три месяца больная не могла уже ни есть, ни спать. Наконец, в январе 17-го измученной и обессиленной больной пришла мысль съездить на Смоленское кладбище и попросить себе помощи от рабы Божией Ксении. И тотчас же, несмотря на страшную зубную боль, больная села на извозчика и поехала на Смоленское. Придя в часовню, она попросила отслужить панихиду поблаженной Ксении, помолилась, поплакала, взяла маслица из лампадки, тут же в часовне помазала маслицем себе щеку над больными зубами, и зубная боль тотчас же прекратилась. Много времени прошло уже с тех пор, но зубная боль у Ивановой ни разу не возобновлялась. В памятный день 17 января Иванова считает своей обязанностью приезжать на Смоленское и служить по рабе Божией Ксении панихиду. Разыскание скрывшегося мужа по молитвенной помощи святой блаженной Ксении. В конце минувшего столетия в городе Вильно проживало семейство Михайловых, состоявшее из мужа коллежского советника военного чиновника в отставке, жены Марии Васильевны и единственной их дочери Евгении, обучавшейся в гимназии. Муж получал 970 рублей в год пенсии, и на эти скромные средства, при взаимной любви друг к другу, семья жила вполне счастливо. Но судьба сулила всем членам этой семьи иную долю. Однажды дочка простудилась, получила воспаление легких и умерла. Страшно бивались от этого горе родители. Жена целые дни проводила на могилке дочери, а муж стал пить водку. В пьяном виде он обладал несносным, придирчивым характером. В семье вместо прежней тихой жизни настал настоящий ад. Каждый день шум, крик, ругань, драка. Житья не стала бедной Марии Васильевне. Наконец муж как будто бы одумался. Перестал пьянствовать, ходил целый день мрачный, о чем-то задумывался и с утра до поздней ночи пропадал из дома, почти не разговаривая с женой. Прошло месяцев 7-8 со смерти дочери. Вдруг муж объявил Марии Васильевне, что дольше оставаться в Вильно он не намерен, что он получил частное место в Ташкенте, и что если она хочет ехать вместе с ним, то может тотчас же распродать свое имущество и укладываться. Через неделю он едет. Если же не желает ехать с ним, то может остаться в Вильно. Он будет высылать ей 50-60 рублей в месяц на содержание. Долго раздумывала Мария Васильевна над предложением мужа, но с одной стороны горячая привязанность к умершей дочке и привычка к жизни в Вильно, а с другой боязнь жизни с пьяным мужем от которого она так много горя видела в последнее время, и при том в чужой дальней стране, склонили ее остаться в Вильно. Муж совершенно хладнокровно расстался с женой и уехал в Ташкент. Первые месяцы он аккуратно высылал жене содержание, хотя письма не писал. Затем содержание стало высылаться все реже и реже, и, наконец, прекратилось совершенно. Марии Васильевне пришлось распродать свою обстановку, вещи. Сначала она поселилась в комнатке, и, наконец, средства ее истощились окончательно. Нечем было платить и за комнату, нечего было есть. Оставалось питаться Христовым именем. К ее счастью, на помощь ей пришло Виленское общество защиты женщин, случайно узнавшее об ее печальном положении. Определила ее в богадельную и принялась за розыски мужа, но толку из этого не вышло никакого. Тогда Марии Васильевне посоветовали самой съездить в Петербург и здесь навести справки об ее муже. Приехала Мария Васильевна в Петербург и, прежде всего, не имея средств, стал искать себе уголок, где бы можно было приютиться. Долго ходила она по разным богадельням, приютам и, наконец, попала в общежитие работниц. Радехонька была Мария Васильевна и этому приюту. Но радость ее была преждевременно. Сожительницы ее были молодые, веселые девушки, а ей было уже 58 лет. Начались издевательства, насмешки, всякого рода попреки, упреки. Между тем хлопоты Марии Васильевны по разысканию мужа были вполне безрезультатны. В военных канцеляриях ей сообщали только, что из Ташкента он перешел туда-то и туда же перевел и пенсию. А где он живет, адрес его, дабы можно было привлечь его к суду, сообщить не могли. Впоследствии оказалось, что Михайлов со времени отъезда из Вильно семь раз менял службу и место жительства. В полное уже отчаяние приходила бедная Мария Васильевна. Целыми днями сидела она в садике при греческой на песках церкви и оплакивала свое, по-видимому, безысходное горе. Однажды, когда Мария Васильевна по обычаю сидела в садике, к ней подсела какая-то старушка. Разговорилась с ней, расспросила про ее горе и прощаясь, сказала, — Охота вам, матушка, таскаться по разным канцеляриям. Ступайте-ка лучше на Смоленское кладбище, к блаженной Ксениюшке. Помолитесь там хорошенько, и Ксениюшка разыщет вам мужа. — А кто же эта блаженная Ксениюшка? — спросила Мария Васильевна. — А вот когда она разыщет вам мужа, тогда вы и узнаете, кто она, — отвечала старушка. — Прощайте, мне больше некогда с вами разговаривать, других дел много. А как Ксениюшке, сходите непременно, каяться не будете. С этими словами старушка простилась с Марией Васильевной и ушла. Мария Васильевна подумала-подумала, да и поплелась пешочком на Смоленское. Нашла там и часовню рабы Божии Ксении. Простояла в часовне несколько панихид, поплакала. Хотела было и от себя отслужить панихиду, да денег не было. И опять поплелась пешком в общежитие работниц. На другой день сходить в канцелярию она уже не могла. Очень болели ноги от вчерашней усталости. А на третий день пошла в канцелярию. И представьте ее удивление, когда там тотчас же сообщили, что муж ее в настоящее время проживает в Кишиневе на такой-то улице и в таком-то доме. Тотчас же подала Мария Васильевна в Петербургский окружной суд прошение о выдаче ей законной части из пенсии мужа. Началось дело, и определением суда ей присуждено было выдавать из пенсии мужа 30 рублей в месяц. Со времени присуждения пенсии Мария Васильевна проживала в богадельне Марии Андреевны Собуровой, угол Манежного и церковного переулка в Петербурге. Нередко навещала часовню рабы Божией Ксении, а затем отправилась в Вильно, чтобы жить, скончаться и быть погребенной рядом со своей дорогой дочкой.